Маленькие да удаленькие. Хочется сказать про участников творческого коллектива, подробнее о котором расскажет моя сегодняшняя гостья. Руководитель театральной студии «Этюд» городского дома культуры Катерина Набока. В эфире свой диалог. Меня зовут Елена Красновская. Здравствуйте. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте. У нас Благовещенск небольшой, но довольно театральный город. У нас несколько театров, но ваш коллектив отличается какой-то особенностью. Какой? Ну, во-первых, у нас камерный зал. Сама площадка располагает к тому, что зритель находится очень близко от себя и приходится забывать вообще про зрителя. И у детей это проходит очень быстро этот период. То есть сначала страшно, но потом адаптация проходит, а потом в жизни им гораздо проще общаться с людьми, подходить к какими-то просьбами. Во-вторых, у нас разновозрастный коллектив. Мы их не делим на какие-то группки, а сразу вот ребенок приходит, проходит какой-то тренинговый период. И когда он уже готов, мы его вводим в спектакль. То есть одновременно находятся на сцене и взрослые дети, и подростки, и дети помладше. Ну, то есть вот вы самую суть-то не сказали, что у вас театр детский. То есть все взрослые коллективы, у вас артисты – это дети. А сколько у вас их сейчас, и как вы их отбираете вообще, какие они у вас? Кроме того, что разновозрастные. У нас 18 человек сейчас в коллективе, они очень разные по характеру. То есть есть какие-то детки, которые, допустим, приходят очень зажатые, они требуют большего подхода, с ними нужно повозиться. А есть которые, вот он приходит, вроде все, он раскрылся, но, к сожалению, у него типаж вот один. Его приходится очень сильно переламывать. Герои одной роли там, да. Да. И они говорят, а почему вот вы мне не даете другую роль? Почему с ними много работать, чтобы он смог сыграть еще другой типаж? Кстати, про роль заговорили. А как быстро ваши артисты могут получить роль? Или это какой-то трудный этап? Какие-то там периоды, они должны какие-то экзамены проходить? Или как это происходит? Ну, у них есть зачет. То есть вот на тренингах ребенок раскрывается. И если он уже готов, я смотрю, что он уже все раскрылся, он готов, ему сразу дается роль. А может пройти 2-3 месяца, некоторые полгода хоть. Ну, то есть это индивидуально, да? Индивидуально, от ребенка, да. Хорошо, понятно. У каждого театра есть какое-то свое направление. А как вы себя позиционируете? И вообще, что у вас с репертуаром? Нам в Хабаровске фестивале сказали, что мы социальный театр, потому что... Вам сказали. Да, нам сказали. А вы с этим согласились или нет? Мы согласились, потому что у нас даже в сказках какие-то такие глобальные проблемы мы поднимаем, собственно, мнение в детях развиваем. Или отучаем их там курить, допустим, или приучаем их к хорошим манерам. Ну, то есть вот. То есть у вас театр социальный? Социальный, да. Несмотря на юный возраст вашего коллектива, ваши дети уже много где побывали и покорили ряд таких серьезных вершин. Хвастайтесь, рассказывайте про свои достижения. Мы были буквально недавно в апреле месяце во Владивостоке на фестивале «Океанские подмостки». Заня там третье место со спектаклем «Мы в апреле 45-го». Также у нас дети могут получить индивидуальные какие-то награды. Мальчики, девочки у нас занимают на городских фестивалях, на всероссийских фестивалях. Многие занимают наши ребята за главные роли, за второстепенные им дают свои призы. Кроме океана, где еще? Мы еще были в Санкт-Петербурге два года назад, тоже заняли. Но там мы заняли второе место. Вот там третье, а в Санкт-Петербурге второе место. Это уже с другим спектаклем. И на городских фестивалях нам дают номинации, какие-то места, на областных фестивалях. А я знаю, что вы в Хабаровске были, да еще и не раз. Да, в Хабаровске мы были, на межрегиональном фестивале. Там получили номинацию как раз за воплощение социально значимой темы. Ну вот, то есть то, что подтверждает действительно, что у вас театр социальный. Хорошо, но я знаю, что отличились не только ваши артисты. Вам лично тоже удалось за это короткое время, сколько вы работаете, уже придумать, написать и даже осуществить два гранта. Да, да. Рассказывайте, что это такое было. У нас такая традиция получилась, что через год мы пишем гранты, и я выигрываю. Первый грант мы выигрывали два года назад. Он назывался «Нет, ничего невозможного», когда мы ездили по школам. И ребятам показывали мастер-классы в различных сферах. Потому что, во-первых, театр – это комбинированный вид искусства, где там поют, танцуют и так далее. И мы таким образом прививали детям, показывали, что мы можем, и предлагали им у нас в коллективах поучаствовать. И очень много детей откликнулось, пришли к нам ребята. То есть получается, что артистов себе там ещё и присмотрели, да? Это первый грант, а второй грант? Второй грант мы выиграли на постановку военного спектакля. В прошлом году мы поставили спектакль. Мы в апреле 45-го, это ролевой спектакль получился. Мы там провели небольшой конкурс среди школьников, где 75 работ было, конкурс сочинений патриотических таких про историю своего рода, где они от первого лица писали, как их дедушка или бабушка в годы войны были детьми. Очень интересно получился такой проект, где сами зрители являлись непосредственно участниками спектакля. Их читали свои истории из зала. У некоторых зрителей бежали по телу, дрожжи. Конечно, потому что это касалось лично каждого, получается. Проникновение именно в историю Амурской области получилось. Ну, вам понравилось гранты писать. Нам понравилось. Через год, да, так что давайте уже. В следующем году уже подходит время. Хорошо. Катерина, я знаю, что этот год для вас очень значимый. Потому что в октябре у вас будет первый серьезный настоящий юбилей. Пятилетие. Я знаю, что вы уже начали к нему подготовку. И даже какой-то сюрприз приготовили. Ну, конечно, все сюрпризы не будете раскрывать. Ну, что там? Немножечко завесу тайной приоткройся нам. У нас девочка есть Соня Манникова. Она написала пьесу. Сама? Сама написала. Девочка взрослая, нет? Ей 18 лет. Она выпускница. Она уже 5 лет у нас занимается. И вот она доросла до драматурга, можно так сказать. До такого уровня уже. Да, что мы уже немножко подкорректировали ее пьесу. Скоро раздаем роль и хотим поставить. То есть вы на основании ее девочки на этой пьесе будете ставить спектакль юбилейный? Да. И потом у нас будет капучник, где мы тоже будем шутить друг на другом, над взрослыми актерами. Как это бывает. Да, как это бывает, да. Все понятно. Кать, 5 лет еще не исполнилось, но однако же какие-то традиции у вас в коллективе уже успели зародиться? Появились? Нет? Расскажите. У нас есть свой гимн, свой девиз. То есть мы поем каждый день рождения, мы каждый год отмечаем свой день рождения. Еще бы. Стараемся к дню рождения обязательно показать либо отрывок из новой постановки, которая у нас будет премьерной, либо вот целый спектакль, как будет в октябре месяце. А кто ваши зрители и чем вы их готовитесь порадовать в ближайшее время? Ну, в основном это школьники. Так. Школьники. И, конечно, мы для школьников показываем разножанровые спектакли. Это комедии, вот драма у нас появилась в репертуаре за последние 5 лет. Ну и вот этот премьерный спектакль будет своего рода такой трагикомедией. Мы решили совместить два жанра. Я знаю, что вы занимаетесь не только постановкой спектакля, то есть не чисто как театральная студия работаете, вы еще и участвуете в очень многих городских мероприятиях. Рассказывайте. Ну, это, конечно, Масленица, Рождество, Новый год, все массовые праздники на площади проходят. С вашим участием в том числе. Да, это связано с тем, что к городскому Дому культуры, да, вы относитесь? Да, да, да. Мы проводим все городские мероприятия, и дети могут себя попробовать не только как актеры на небольшой сцене, но выходят на большую площадку, где там совсем другие уже жесты, мимика, но и непосредственно общаются со зрителем, когда проводят игры. Я хочу в заключение спросить вас, а как вы думаете, а что дает вообще ваша студия и вам, и вашим воспитанникам? Ну, в первую очередь, это, конечно, такое вот, знаете, чувство сотрудничества, сотворчества, и когда ты чувствуешь, что вот они рядом, да, что ты не один, что у тебя есть друг, товарищ, брат. Динамышленник, команда. Мы стали одной семьей за эти пять лет, и дети, которые уже вот выпустились, у нас есть две девочки, они закончили школу, поступили в прошлом году, одна стала... Пошли, да, по стопам дальше? Пошли по стопам, многие уже хотят стать актрисой, вот одна девочка в колледже культуры учится на актрису, другая, правда, не стала учиться на актрису, но она все равно продолжает у нас играть, хотя ей уже 18 лет, то есть мы не ограничиваем, то есть когда вот заканчивается, 18 лет наступает, ребенку... Это не значит, что до свидания, и все, мы вас не знаем. То есть они как бы возвращаются, приходят, еще поддерживают. И мы со взрослым театром как бы сотрудничаем, поэтому друг у друга всегда играем, дружим, перенимаем опыт, я приучаю их именно вот к этому, что нужно, во-первых, быть ответственным перед тем, что ты выбрал, а во-вторых, не бояться своих идей, своих каких-то мечтаний и... Заплощать их в жизнь. Заплощать их в жизнь. Ну, в общем, до чего я вам и желаю, Катя. Спасибо большое за разговор. Я желаю вам реализации всех ваших замыслов, а вашим маленьким звездочкам стать большими, знаменитыми артистами, прославлять наш город, нашу область и так держать дальше. В эфире был свой диалог с руководителем театральной студии «Этюд» Екатериной Набока. Это и другие выпуски программы вы можете посмотреть на портале ism24.ru. А я, Елена Красновская, прощаюсь с вами. До новых встреч.